Добрый вечер, дамы и господа! И сейчас продолжение моих приключений на планете рептилий. Итак, я оказался в медитации. Я оказался в таком состоянии, когда я вышел из двух, как минимум двух своих тел, я даже не считал со скольки. И я ощутил, что открывая глаза в том мире, где я нахожусь, и вижу, что вокруг свет. На 360 градусов, по вертикали, по горизонтали, в кость, в кривь и прямо, как угодно. Я осматриваю вокруг себя, вижу свет. Всё светится. Точнее, всё и ничего. То есть, один свет. Как будто нахожусь... Я в несколько секунд осматриваюсь, и желание возникает понять, как же выгляжу я здесь. И опускаю, конечно, вниз глаза, вроде бы глаза, смотрю на руки, смотрю на тело, и оно всё фосфорицируется с очень ярким светом. Вот такое переливается, светится. То есть, я как... Вроде тело... Очертания легкие тела, но у которых четкого ничего нет. То есть, руки, пальцы сливаются в такие сгустки, такие, света, такие, полностью. То есть, такой ходячий источник света. Так, и я начинаю вспоминать, зачем я сюда пришёл, и чего я светящийся, и что с этим делать. Начинаю вспоминать, зачем я вообще сюда вышел. И тут до меня начинает доходить, что я вроде хотел с каким-то поговорить, с каким-то Я, с каким-то Божественным, Высшим Я, с каким-то Богом, Божеством. И в эти самые мысли, как только я начинаю их осознавать, вдруг вижу, что я в эти секунды создаю какую-то тень. То есть, какие-то... А, не тень, да, вот какое-то сгущение, уменьшение света. То есть, как будто я... Вот моё тело, и вдруг я вижу свой силуэт такой вот. Начинается лёгкое такое... Как будто сзади меня включился свет. Ещё более мощный, чем я. И то есть, от меня лёгкая тень такая в пространство уходит. Вот такие очертания такие, непонятно куда уходят. То есть... Начал видеть свой силуэт, как будто мой свет более слабый по сравнению с тем, который светит сзади меня. Тут я понимаю. Вот то, с кем я хотел поговорить. И я разворачиваюсь, и вижу источник света ещё более яркий, конечно, чем я. Чем всё пространство вокруг. То есть, сам источник, который всё освещает. И я начинаю устремляться, приближаться к нему. Я вижу, что я лечу. Я вроде хотел было пойти по привычке, но понял, что... Мои ноги движутся, как бы, не касаясь ничего. Я вроде бы ногами шевелю, и даже смотрю на них. Они вроде шагают. Моё самое желание ускоряет меня столько, что они не успевают вышагивать всё, а я как бы уже начинаю лететь быстрее, чем шагаю. И я лечу к этому источнику, лечу секунду, десять, двадцать. И понимаю, что-то ничего не меняется. Я вроде лечу, а всё ещё он где-то там, вот как солнце. Вроде к нему летишь, а толку-то нет никакого. Оно всё где-то на расстоянии триллиардов километров, я не знаю, сколько, миллиардов километров, я не в курсе. Как будто моя скорость, вот как со скоростью автомобиля, вот такой. Лечу, лечу себе, думаю, так, сколько же мне лететь? Неужели когда солнце? А может, это и солнце? Вот эти размышления мои начинают меня... Притормаживать даже, как будто смотрю, моя скорость уменьшилась. То есть мои сомнения уменьшаются, уменьшаются, и я ощущаю, как будто я встал на месте. Вот ощущение движения пропало, хотя я не мог никак его фиксировать. Ветра нету, то есть, но ощущение, что внутри, что как будто я остановился. Непонятно, от чего я взялось ощущение. Так, я думаю, так, лететь бесполезно, висеть бесполезно. Источник, как до тебя добраться? И такой голос внутри себя такой, аж меня всего содрогнуло такой, вибрация по мне такая пронеслась. Голос такой, на гром похожий, может быть, а разве такой? Вот если звуки грома облечь в какой-то микрофон и из него сделать слова, и ответ будет такой, Руслан. И вот меня всего аж встряхнуло. Всего тела так, как бы перезагрузка подошла. И такой, опа, кто это? А, оглядываясь, никого нет. А вот один источник света. Я спрашиваю, источник, это из тебя только что выплеснулось? А, ответ такой, да, и такой хохот. Ха-ха-ха. Знаете, как вот, когда, если вы слышали из... Когда гром гремит, его иногда копируют на... Если вы видели, пробовали когда-нибудь кусок такой железа, мягкого, не железа, а... В общем, железная пластина вытянутая, которая гибкая такая. Вы пробовали когда-нибудь шатать ее, и как будто гром гремит. И вот хохот между вот этим хохотом человека и хохотом вот этого шатающего железа. Я такой думаю, так, что за спектакль, думаю, что там. А за этим светом сейчас стоит кто-то и вот так этим... Смеется и одновременно каким-то чем-то шатает. Я говорю, что это за розыгрыш такой? Хм-хм-хм. И вопрос, а, ко мне, что ты хочешь? Я понял, что... И что-то посмеялся, но мои шутки не понял. Я говорю, я поговорить вроде хотел. А ответ такой, говори. А я спрашиваю, это ты то самое мое высшее Я, то самое божественное? Ты тот самый Бог? Ответ, да. Итак, у меня куча вопросов к тебе. С какого начать? Может быть, тебе виднее, а может быть, ты уже знаешь мои вопросы наперёд. Может, ты уже начнёшь отвечать? Ответ, знаю. Я такой, так начинай. Ответ, задавай. Я такой, так если ты всё знаешь, да это смысл задавать. Так может быть, ты начнёшь отвечать? Ответ, мне лень. Я такой, что? А у Бога есть лень? Ответ такой, да. Как это так? Я думал, Бог это такой непрерывно работающий, или непрерывно в делах, в заботах. Ответ. Бог не отличается от человека ничем. Я такой, как это? А как это? Как это понимать? Я спрашиваю. Ответ. Задавай конкретный вопрос. Так, я начал вспоминать. Так, какие же у меня вопросы-то были? А, я хочу знать, что сейчас со мной делают, и безопасно ли это. Вот сейчас там я сижу, в этом, моё тело сидит в кресле, пристёгнутое там, какие-то на нём какие-то датчики, какие-то присоски. Вот что там происходит? Может быть, мне пора спуститься и как-то высвободиться, или ты мне поможешь? Может, это нельзя так делать? Может, я что-то лишнее там сказал, согласившись на какой-то эксперимент, чтобы меня проверяли? Вот такую речь выдаю ему. Ответ. Ты можешь посмотреть то, что там происходит. Я такой, как я могу? Я тебе покажу ответ. Я говорю, показывай. И вдруг я ощущаю себя, как будто переключение такое. Раз, свет исчез, и такая картинка передо мной. За доли секунды. Как будто я на себя сверху смотрю. Не совсем на себя, а на одно из тел, которое сидит там, в кресле. И рядом с этим, там двойное кресло было, такой двойной диванчик с двумя сидениями. И на соседнем сидении в одном я, в другом человек сидит. С рептилоидами, вот, очертаниями. То есть, сверху, как будто человек. У него даже какое-то, вот, что-то здесь. То есть, он в одежде, как будто человек. Но, конечно, когда я раз, немножечко смещаюсь, рептилоид сидит все-таки. То есть, у него какое-то, какое-то здесь кольцо над головой было. Ну, типа шляпа, только оно золотистое. То есть, вот такая вот золотистая какая-то полоска. Не полоска, это диск. Диск на голову одет. Знаете, такой, где-то вот широкополая шляпа, но очень ровная. Вот такой вот диск золотистый. И с небольшой выпуклостью на голове. То есть, сверху, как будто кто-то сидит. Я немножечко смещаюсь. Вижу, что, ну, рептилия сидит. В человеческом, ну, у него, в общем-то, у них тело повторяет в основном очертания человека. Только, конечно, чешуя, когти есть и лицо рептилии. А так очень похож. Если замаскировать, загримировать, можно даже и человека из него сделать временно. Наверное. Или маски одеть. Я спрашиваю, а кто это, ответ, медиум? А что он делает со мной? Если что-то делает со мной. Ответ. Он разговаривает с твоим ближайшим гидом. Я такой, опа. Так, а можете показать, где гид? И ответ. Взгляни на экран. Я, как оказалось, я сразу, мой... Я смещаюсь, перемещаюсь немножко в другую сторону. То есть, на 180 градусов так как будто раз. Облетаю их всех. И смотрю то, что перед ними. А перед ними... Там, оказывается, еще другие сидят, рептилии, и смотрят вместе с нами двоими. То есть, сидит медиум, сижу я. У меня глаза закрыты там. То есть, я в отключке полной. Но перед нами экран, на котором изображается вот этот самый медиум. То есть, он тоже вышим из тела, и он стоит, а напротив него стоит муравей. Вот тоже гигантский муравей. А вот чуть-чуть похож на человека, но все-таки этот еще больше похож на муравья. И двое разговаривают. То есть, видно, что между ними какие-то цепочки, энергии текут, и в нем какие-то символы, знаки, буквы. Видно, что информация обменивается. Я пытаюсь, я всматриваюсь в эти символы и спрашиваю, а я не понимаю, чему они говорят. Ответ. Они выясняют, кто ты, откуда, зачем ты здесь. И твой гид знает это очень хорошо, потому что он тебя сюда сопроводил, помог тебе здесь оказаться. И поэтому с ним идет максимальное объяснение. Я такой, о, здорово, интересно. Я начинаю облетать их с разных сторон, то есть по 360 градусов начинаю так передвигаться и лететь, смотреть. Я начинаю осмотреть, ну, быстро осмотрел рептилия, но я уже привык к ним, к рептилиям, поэтому быстро понял, как он выглядит. И мне больше всего стало интересно осматривать муравья. Я начинаю окружиться вокруг муравья. И я, кстати, я это обычно вижу своих наставников, гидов, помощников, но вот этого я видел впервые. Я спрашиваю, а почему я его раньше не видел? Мне ответ, он пришел ровно на твой опыт побывать на планете рептилий. То есть его раньше не было, как я понял. Он пришел только под это задание, под этот интерес, под реализацию посмотреть на корабли у рептилий. Или вот на эти мобили, которые, может быть, у нас в будущем когда-нибудь будут. В общем, как обустроен их мобиль. Меня это заинтересовало. И под эту реализацию вызвался и прибыл вот этот муравей, который тоже обладает интересом к этим мобилям. И одновременно может меня сопровождать и устраивать такие туннельчики, мини-портальчики, которые доставляют меня туда-сюда. То есть мы даже когда в медитацию входим, в какие-то состояния телепортацию, все это осуществляется не только я, по нашим, по щучьему велению, по моему хотению. Как раз есть цепочка и множество помощников, которые это осуществляют, которые обустраивают, которые делают вход. То есть наша мысль, моя мысль была на планете рептилий, куда я хотел. И как только я вошел в медитацию, чтобы это осуществить, то есть дал на это энергию и желание, и намерение, это уже готовилось, потому что мои мысли об этом были. И под это дело сразу собрались те существа, которые создали туннель, такой портал. На одном конце портала один гид был, на втором другой гид был, который создали эти дыры, дыры черные-белые или белые дыры. И вел меня через это все, вот этот муравей, крупный, конечно, он чуть-чуть выше среднечеловеческого роста, где-то 2 метра 10 сантиметров, где-то вот около этого, скорее всего. Это вот мои осознавания, которые тогда начались и сейчас продолжаются, вот то, что я сейчас рассказал. Это мои понимания, что происходило. Сейчас, минуту, пойду в медитацию. Мне говорят, что сейчас стоит завершить этот рассказ сегодня, но вероятнее всего, наверняка продолжение будет потом. Итак, счастливо, до следующих встреч, до следующего видео.